Вы знаете, впервые в жизни, впервые в жизни я буду читать, а не импровизировать. Дело в том, что эта книга произвела на меня такое огромное впечатление, что я взялся написать лицензию газеты, и она будет на днях опубликована. И вот я принес эту лицензию, она не очень для меня, позвольте мне ее прочитать. Полуставники называются. Уже немолодой человек, он издал несколько книг за последние десятилетия, но известен глухо, только знатокар поэзи. А между тем, на мой взгляд, Гокман поэт замечательный. Я бы даже сказал уникальный. Он мало на кого похож. Он абсолютно не вписан в современную поэтическую тусовку. И все же. Чтоб не несить грязь, надо унять рысь, и оборвать связь, и унестись в бысь, или кусив нить. Легок полет лет, но тяжело быть, если тебя нет. Это гениальность. По сути, он выбрал совершенно особый, одинокий путь, прямо противоположной дорожке современного авангарда. В то время, как большинство современных поэтов, и талантливых в том числе, пошли по линии новаций, посильно обновляя изотразительные средства, Гокман выбрал другой путь. Путь совершенствования классической поэтики, опираясь на Бунина, Ходосевича, Кузьмина и Георгия Иванова. При этом он менее всего эпигон. Его точная, внятная поэтика абсолютно органично, и прежде всего в методах изображениях. Вот как он описывает грузинский перфектный стол. На блюде лобе он зеленый, левели близнец его шпинат. Подсказывает, я вам не могу, что это непонятно. И ащно пухлость был снаеный и прокаченый. Пармелан душистой коркой загрубела индейки сочные бока, к ним грандиозные соцебели, добавит запах чеснока, сыр золотистый в Хачебуре, чуть вяжет зубы, чуть вяжет зубы и язык, с налившей гарью на шампуле, слегка обугленный шашлык. Дальше опять? Нет, нет, все, конечно, да. Любой снайдерс, любой кончаловский позавидует этой изысканной, и такой точной, такой обаятельной живутся. И что драгоценнее всего для меня, Гоффман поэт культуры. Волнее всего это проявилось в замечательнейшем стихотворении «Крым». Каким-то чудом здесь, в перенежающихся, свободных и ритмованных стихах, соединены и русские цары Александр III и Николай II, и кумиры начала века Волошин, Цветаева, Андрей Белый, Гурдольф Штайн. И это не музейное перечисление. Это стихи о том, чем был «Крым» для нашего и более молодого поколения, и чем он стал сейчас, погубленный дешевкой и коммерной. Вообще же Гоффман поэт даже злободневный. Многие его стихи крайне современные, но форма их классична, ясна, отточена до предела. Это тот чистописание, в кавычках, которое можно только приветствовать. Вместе с тем, ему доступна мировая панорама. Он поэт с европейским взглядом. Вот стихотворение «Рим». Как убедительно, как точно, как замечательно восторг у нас здесь Италия-Мусалим. Читай. «Вдыхание Рима, запах смерти». Дальше? Да. И от Мирона до Короза. Ну, это, я буду еще это сказать. Да. От Мирона до Короза по стихии праздничной реки проносит вот такой музык. Свои кровавые книги. Эта книга вышла тражом всего 100 экземпляров. Автор, как бы намеренно, суживает круг своих читателей. Но значение этой книги велико. Она доказывает, что классическая поэтика русского модернизма жива. И обогащение, и обогащенная талантом, культурой и выдающимся зрением Гокмана может дать исключительный, абсолютно выдающийся результат. Ну, ну, как тебе читать? Я не знаю. Как читать после этого? Андрей, спасибо. Ты уходишь? Нет, я не могу. Нет, в смысле? У меня не могу. Отсюда. Нет, пока пускай.